В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Видном продолжается благоустройство сквера 80-летия Ленинского муниципального района. Со стороны дороги будет подход к доске почета. Сзади нее будет обустроена новая современная детская площадка. В поселке Дрожжино прошел прием жителей в формате выездной администрации. Проблема была озвучена. Решение будет найдено. Поддерживаем водный баланс. Волонтеры молодой гвардии партии «Единая Россия» раздавали бесплатно бутилированную воду жителям в рамках проекта «Здоровое будущее». Если на улице все не жарко, не хотите попить воду? Здравствуйте! Спасибо большое! В администрации муниципалитета состоялся очередной личный прием главы Ленинского городского округа Станислава Катрова. Время встречи жители смогли задать интересующие их вопросы. В ходе диалога удалось обсудить такие темы, как благоустройство, ремонт дорог и тротуаров, расселение многоквартирного дома в деревне Суханово. Также глава и его заместители выслушали предложение о проведении культурных мероприятий в округе и ответили на многие юридические вопросы, поступающие от жителей. Участник специальной военной операции обратился с просьбой о получении жилья. Данный вопрос был взят в работу. Стоит отметить, что личные встречи с гражданами Станислав Катров проводят на регулярной основе. В Видном продолжается благоустройство исторической части города. Сейчас работы идут на территории сквера 80-летия Ленинского муниципального района по улице Школьной. Жители с нетерпением ждут усовершенствованные площадки и зоны отдыха. Как преобразится сквер, расскажет Инга Инчук. Территория сквера 80-летия Ленинского муниципального района стала победителем народного голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас здесь идут работы по демонтажу старых конструкций и совсем скоро появятся зоны отдыха с удобными скамейками, пешеходные дорожки, а сама территория будет разделена на две функциональные части. Со стороны дороги будет подход к доске почета, сзади нее будет обустроена новая современная детская площадка с новыми функциональными мафами, так как наши жители очень переживают за сохранность зеленых насаждений. Поэтому, даже как вы можете видеть, все деревья при производстве работ специальным образом защищены и ни одно из деревьев не пострадает во время производства работы. Благоустройство территории проводится за счет муниципального бюджета. В преобразившемся сквере будет современное освещение, налажено видеонаблюдение, специалисты выполнят дополнительное озеленение. Основной объем работ планируется завершить до конца лета. Инга Янчук, Евгений Бех, Максим Константинов, Видное ТВ. Выездная администрация – один из лучших инструментов взаимодействия с жителями. Это и личное общение, диалог с людьми на их территории проживания, и способ решить вопросы прямо на местах. В этот раз встреча прошла в рабочем поселке Дрожжино. Какие темы волнуют жителей и какие пути решения были предложены, узнала наша съемочная группа. Представители муниципальной власти продолжают работать в направлении прямого диалога с жителями. Очередная выездная администрация прошла на территории образовательного центра «Успех» рабочего поселка Дрожжино. Но главные темы этого нового микрорайона – дороги, транспорт и благоустройство. Алевтина Кашубина обратилась с вопросом ремонта игровой площадки для детей, расположенной рядом с домами номер 1 и 3 в Новодрожжине. Там уже со временем все устарело, шатаются, болты болтаются. Но дети, конечно, приоритеты, поэтому жители попросили мне обратиться. Привести в порядок то, что есть, как-то подремонтировать. И за третьим домом тоже. Тоже это благоустройство, это мы точно тоже. Подобное обращение было и по поводу спортивной площадки. Регулярного ее обслуживания, как и обновления оборудования, не происходит. А для молодежи, проживающей здесь, особенно важно, чтобы зоны для тренировок были в рабочем состоянии. Татьяна Калямина, заместитель главы Ленинского округа, взяла вопрос на контроль. Мы с ней продолжим дальнейшую работу. То есть, скажем так, проблема была озвучена, решение будет найдено. Также жители попросили, чтобы была возможность узнавать точное расписание общественного транспорта. Сейчас на некоторых сервисах по отслеживанию маршрутов публикуется не всегда корректная информация. А рассчитать время в пути до учебы или работы крайне необходимо. И хотелось бы понимать, будет ли именно четкое время прибытия автобуса, условно, на остановку новой шоссе 6. Мы проработаем этот вопрос с перевозчиком, чтобы они на каждой остановке развесили у вас расписание четко. Вот это будет вообще замечательно. Другие вопросы транспорта тоже активно прорабатываются местными жителями совместно с представителями администрации и депутатами. Так, в ближайшее время здесь планируют запустить новый автобусный маршрут. Был запрос у жителей более удобно добираться до города Видное, до центральной его части, до больницы, до Видновской РКБ. Сейчас буквально вот-вот откроется 55-й маршрут, который мы все так очень ждали. Спасибо большое главе городского округа. И я надеюсь, что в ближайшее время все это заработает. Далее общение продолжалось в формате вопрос-ответ с участием главы Ленинского округа Станиславом Катеровым. Озвучить свои вопросы могли все присутствующие. Одна из наиболее актуальных тем, которые озвучили жители Новодоржино – дорога на Березовой аллее. Почти 10 лет назад она была включена в охранную зону. Однако, по мнению людей, водителей большегрузов это не останавливает. Стоят камеры наблюдения, стоит лежащий полицейский, стоят знаки. Ездят большегрузные машины, скорость превышается, контроль за этой территорией не ведется. Нерадивым водителям, которые не считают нужным учитывать требования знаков, наверное, уже рублем объяснять, что они не правы. В таких новых микрорайонах вопросы парковки на тротуарах, на газонах или вплотную к подъездам звучат весьма часто. Подход к решению здесь тоже комплексный. Разработка проекта организации дорожного движения. Во-первых, мы объявляем об этом в газете. Во-вторых, мы прикладываем к этому проект. В-третьих, мы расставляем все знаки по организации парковок, где незаконная парковка, чтобы потом все вот такие машины, которые брошены, их можно было спокойно увозить эвакуаторами. Напомним, встречи в формате выездной администрации проходят регулярно и будут продолжаться в разных районах городского округа. Максим Козлов, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров лично вручил паспорта ребятам, достигшим 14-летнего возраста. Кроме того, Станислав Анатольевич передал государственный жилищный сертификат на приобретение квартиры девушке, которая осталась без попечения родителей. Все подробности в сюжете нашего корреспондента Юлии Стаферовой. В каждом регионе Московской области не исключение действует проект «Мы граждане России». Его инициировали участники молодежного сообщества «Движение первых». Акция направлена на то, чтобы сделать вручение первых паспортов гражданина нашей страны значимым и запоминающимся для подростков. В Ленинском городском округе этот важный документ по традиции вручает глава муниципалитета. Я хочу, чтобы вы этой ответственностью распоряжались правильно, с чувством понимания, для чего это нужно вам, стремились к большим успехам. Получение паспорта в первый раз – это важное событие не только для подростков, но и для их родителей. Ведь с этого момента они начинают осознавать, что ребенок вырос и теперь сам несет ответственность за свои поступки. Многодетной маме Людмиле Котельниковой придется трижды через это пройти. Мы хотим поблагодарить всех за такое прекрасное мероприятие, очень интересное. Я чисто случайно узнала в общем каком-то чате. Также главный документ гражданина России открывает для подростков новые перспективы. Можно будет устроиться на какую-нибудь работу, немного заработать, много возможностей появится. Кроме того, в этот день глава Ленинского городского округа Станислав Катаров вручил 18-летней Олесе Коноревой государственный жилищный сертификат на приобретение собственного жилья. В раннем детстве девушка осталась без попечения родителей и находилась в детском доме, но вскоре ее забрала приемная семья. Теперь Олеся получила возможность иметь свою квартиру. Я очень благодарна, потому что ждала, когда собирала все документы, очень переживала, волновалась. Сейчас настал тот самый момент, когда я очень счастлива и вообще просто эмоции переполняют у меня. В завершении мероприятия участники встречи сделали фото на память. Юлия Стаферова, Евгений Бех, Максим Константинов, Видное ТВ. На протяжении нескольких дней температура в Подмосковье находится на отметке в плюс 30 градусов. Врачи в такую погоду рекомендуют избегать долгого нахождения под прямыми лучами солнца и пить побольше воды. Столичные власти распорядились в московском общественном транспорте раздавать бесплатную воду. Видным эту почетную миссию взяли на себя волонтеры местного отделения молодой гвардии партии «Единая Россия». Раздача воды происходит в рамках партийного проекта «Здоровое будущее», который направлен на развитие медицинского обслуживания и заботу о здоровье граждан России. Жителям Видного такая акция пришлась по душе. Добрый день. Сегодня так жарко на улице, не хочется пить воду. Спасибо большое. Воды, спасибо. Да, сегодня очень жарко. Спасибо. Молодцы. Здравствуйте. На улице сегодня жарко, не хотите пить воду? Ух ты, здравствуйте. Спасибо большое. Спасибо. Раздача воды – одна из многочисленных акций, в которых активно участвуют молодогвардейцы. И главная цель каждой из них – помощь тем, кто в этом нуждается. В ближайшее время будут проведены акции по поддержке специальной военной операции, передачи гуманитарной помощи. Мы придем плести маскировочные сети. Также мы постоянно поддерживаем семьи мобилизованных. В местном отделении движения «Молодая гвардия Единой России» состоит 30 волонтеров. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова